Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на библейский портал «Экзегет» пришел очень интересный вопрос, и вопрос настолько часто можно слышать. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что каждому священнику приходилось подобные вопросы, такие или подобные, слышать не один раз. И вы, дорогие друзья, наверняка такой вопрос слышали, а может быть, даже и сами им задавались. Какой вопрос? Если Бог есть, если Он всемогущ и всеведущ, почему же Он не вмешивается сразу, когда видит творящийся на земле беззаконие? Сколько несправедливости, сколько войн, сколько грабежей, сколько всевозможных преступлений. Но если Бог всемогущ и всеведущ, и тем более, как в Священном Писании говорит, что Бог есть любовь, ну почему же Он сразу не вмешивается? Давайте вместе, дорогие друзья, задумаемся над этим вопросом, потому что Он, хотя немножко и провокационный, но ответ на Него и в Священном Писании, и в Священном Предании есть. Причина подобного вопроса – это, в общем-то, привычка множества современных людей во всем возлагать вину на Бога. Вот Господь виноват, вот Господь должен. Раз Бог есть любовь, то Он должен, Он должен одно, второе, третье и так далее. И вот почему Господь, если Он всеведущий и всемогущ, не вмешивается, зная прекрасно, что поступки того или иного человека приведут к множеству страданий других совершенно невинных людей? Я предлагаю вам, дорогие друзья, всем нам, давайте этот вопрос адресуем каждый самому себе. Может, это легко говорить общими фразами, так же, как легко, вы хорошо знаете, любить все человечество. Порой так тяжело любить или, по крайней мере, терпеть самых близких людей, терпеть немощи, людей, с которыми ты непосредственно на жизненном пути сталкиваешься. А любить все человечество или, по крайней мере, заверять о любви ко всему человечеству – очень легко. То же самое обвинять Господа, что вот Он что-то делает не так или неправильно, и не своевременно, а тоже ученику. А давайте к себе этот вопрос адресуем. Хотели бы лично вы, дорогие друзья, кто нас сейчас слушает или будет слушать, чтобы Господь, зная заранее, что вы, например, обычная бытовая ситуация, у вас чувство зависти, какой-то ревности к своему коллеге по работе, и вы ищете какую-то возможность ему, говоря простым языком, насолить. И вот возможность предоставляется. И вы хотите написать или напечатать, скажем так, донос начальству, а Господь знает, Он же всеведущий и всемогущий, Он знает заранее, что вот вы напишете, пострадает репутация хорошего человека. Может быть, даже он лишится работы, пострадает его семья, пострадают его близкие. Достоинство человека будет опорочено. Вы только собираетесь что-то написать или напечатать, но Господь же всеведущий, Он знает, к чему это приведет. Раз, и у вас руку парализовало. Ну, не навсегда, конечно, но временно. По крайней мере, вы не сможете осуществить задуманное. Через несколько часов руку отпустит. Только задумали опять, опять парализовало. Дорогие друзья, вот лично мы хотели бы, чтобы так Господь поступал с нами, чтобы Он сразу вмешивался. Или другой, тоже широко распространенный, так сказать, пример. Вся жизнь полна такими примерами. Собрались в кругу, так сказать, друзей, отмечают какой-нибудь праздник, выпили без меры до потери человеческого образа, садимся за руль. Садиться за руль человеку, выпившему, крайне опасно. Почему? Потому что ты и опасность и для себя, и для окружающих. Только хотите сесть за руль в нетрезвом состоянии, а Господь раз и парализовал вас. Как сели в машину, не можете даже завести. И сидите несколько часов. Конечно, это может быть такой не очень приятный пример, но как вы думаете, дорогие друзья, лично мы с вами, любой из нас, зададим вопрос самому себе. Ты хотел бы, чтобы Господь сразу вмешивался? Господь знает, ты поедешь, еще не дай Бог собьешь кого-то, пострадают, а может быть даже невинные дети. Или другой пример. То есть примеров можно привести множество. Собрались отдохнуть на лоне природы. И, так сказать, сделаете костер. Скорее всего, костер не потушите. Брошенный окурок не затушите. Это может привести к лесному пожару. А лесные пожары, как мы хорошо знаем от события настоящего времени, приводят к очень большим. Большим затратам сил и средств, чтобы эти пожары потушить. Некоторые люди лишаются домов. Целые деревни выгорают. А все из-за неосторожно брошенного окурка или непотушенного костра. Вот, например, собираетесь вы с друзьями отдохнуть на лоне природы. А Господь же знает, что вы будете вести себя безответственно. Раз, и что какая-то болезнь скрутила и не можете осуществить. Наверняка, если мы так задумаемся и применим к себе, то наверняка мы скажем, да нет, Господи, не надо, не надо. Лучше уж не вмешивайся, пусть будет все так, как раньше. А иной раз, и мне приходилось лично слышать от людей, которые вначале задают такой вопрос, а потом говорят, вообще, у человека же свобода, человек это звучит гордо. Почему Господь вмешивается в нашу жизнь? А вообще, зачем Господь вмешивается? Он раз человека создал, тем более, если он любовь, он должен нас оставить в покое. Мы должны жить так, как мы считаем себя. Это наш выбор. Очень часто любят современные люди говорить, это мой выбор. Может, он вам не нравится, может, он никому не нравится, но это мой выбор. Я самое главное, я центр вселенной, это мой выбор. Так что видите, дорогие мои друзья, те же самые люди, которые сначала обвиняют Бога, что он что-то не так делает или не вовремя делают, а потом говорят, нет, пусть Господь нас оставит в покое, пусть он не вмешивается в нашу жизнь и не мешает нашему выбору. Конечно, дорогие друзья, это очевидно, это одна из самых, наверное, сложных темы в христианском богословии и вообще в религиозной философии, как понять, как нашим умом постигнуть вот эту аксиому, что есть Бог, что Он действительно всеведущ, что Он всемогущ, и в то же время в мире много зла. Но ответ на самом деле, от этого ответа можно понять очами веры, а не рассудка. Бог создал человека разумно свободным существом. Господь предоставил человеку свободу и дает возможность эту свободу проявить. Разумеется, не до полного произвола промысел Божий ограничивает так или иначе человеческую свободу. Каким образом? Каким образом ограничивает? То есть Господь попускает тебе проявить твою свободу, а злые последствия обращает к хорошему результату. Самый яркий пример, если вы хотите, ведь нередко, особенно наши уважаемые друзья протестантствующие, любят нам православно задавать вопрос с пристрастием. А где в Писании? Покажи, где в Писании об этом сказано. Самый яркий пример книга Бытия, яркий классический пример книги Бытия, 37 глава, повествование о том, как братья продали Иосифа. Продали, так сказать, аравийским купцам, а они его продали в рабство в Египет. Родного брата продали. Солгали отцу, отцу, который его любил. Принесли окровавленную одежду, сказали, что якобы его растерзал зверь. То есть, зло это или не зло? Безусловно, зло. Солгать отцу, родного брата, который даже не противился им, и даже, когда его продавали, не сказал, что я их родной брат. Они продали его в рабство, и ему предстояло пройти через немалые испытания. Господь попускает это зло. Но смотрите, каким добрым последствиям это привело. Те, кто Священное Писание читают, а я очень рекомендую вам, почитайте, если желаете это место, из книги Бытия, и вообще Священное Писание надо читать как можно чаще, что со временем Иосиф стал вторым после фараона в Египте, и со временем весь свой род, отца и своих братьев, благодаря своему высокому положению, он помог им избавиться от голода. Вот вам яркий пример из Священного Писания, и в жизни много подобных примеров. Господь иногда попускает зло, но приведет его обязательно к добрым последствиям. Если не сейчас, ни завтра, ни послезавтра, то обязательно приведет. В этом и состоит промысел Божий. Поэтому вот хочется еще одно, одни очень важные слова из Второго Соборного Послания с того апостола Петра вам процитировать, дорогие друзья. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». То есть, если мы видим, что Господь попускает зло и как бы медлит с наказанием, с вразумлением, со своим, ну скажем так, вмешательством в ситуацию, это не потому, что Господь что-то не видит, а Он просто ждет покаяния и знает, почему ждет. И знает, Господь сердцеведец, Он знает, кто способен к покаянию. Поэтому мы должны не такими вопросами задаваться и тем более ставить Богу в вину, что Он делает что-то не так или не вовремя, а благодарить Бога, дорогие друзья, благодарить Бога за Его долготерпение. И вот в апокалипсисе апостола Иоанна Богослова в 4 главе 20 стихе, тоже очень важные слова, «С я стою у дверей и стучу, блажен, кто услышит глаз мой, и отворит, и войду к нему, и буду вечерять с ним». То есть Господь терпеливо, смиренно стоит за дверями твоего сердца и стучит. Господь всемогущ. Он мог бы двери твоего сердца, условно говоря, открыть своим всемогуществом запросто, но Он терпеливо стучит и ждет, чтобы ты сам открыл. Поэтому лучше благодари Бога, что ты... Благодарите Бога, что мы имеем такого Бога, милосердного, долготерпеливого, по-настоящему всемогущего, по-настоящему всеведущего и любящего нас. Будем благодарить Бога и стараться жить по Его святым заповедям. Помоги всем, Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok